Галина Степановна Лизунова в свои почти 72 года осталась без крыши над головой. Она оказалась в числе девяти человек, которых эвакуировали из горящего дома на Вилоновской. Напомню, огонь охватил деревянную двухэтажку в центре Самары 4 декабря. На месте спасателей нашли тела двух погибших женщин. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем, детали происшествия выясняют. Сегодня от дома, где Галина Степановна прожила четверть века, остались одни обугленные стены. Женщину вывели на улицу в одной рубашке, и все ее вещи сгорели в огне. Ни ложки, ни чашки, ничего у меня не осталось. Ничего. Мне ничего не надо. Я даже, вы знаете, думаю, зачем меня спасли. И спасла меня случайно соседка. Там милиции, пожарные, никого нет. Она кричит, а тетя Галит наверху там. Там уже минут 10 я бы задохнулась, конечно, тоже. У пенсионерки проблемы с суставами. Она почти не может самостоятельно передвигаться. Из родственников осталась жена брата Антонина Сергеевна. Ей самой за 80 перенесла онкологию. Живет с внуком, его женой, правнуком. Поэтому разместиться всем вместе проблематично. Первую ночь, когда спали, я решила с молодыми, чтобы ее расположить, не мешать. Ну, с молодыми тоже я могу одну ночь поспать. А сегодняшнюю ночь мы вместе спали балетиком. Пострадавшей женщине обещали помочь в администрации. Ситуацию обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Будем оказывать помощь одевать. Сами будем, скорее всего, ездить, вот эти справки привозить необходимые. Но просьба департамента опеки тоже подключиться и решить вопрос, чтобы на месте у нее принять заявление для выплаты материальной помощи. И по маневренному фонду тоже решить вопрос к ней с выездом вот на место, где она сейчас расположена. Елена Юрьевна, она в госпитализации не нуждается? Она отказалась, Елена Владимировна. Я ей сразу же предлагала вот в этот же день разместить ее вот в больнице. У нас есть вот такая больница для ветеранов. Но она категорически отказалась. Ольга Владимировна, Андрей Викторович, пожалуйста, вот эту женщину на особой контроле помочь с документами и маневренным фондом. Остальным погорельцам тоже окажут поддержку. Они пока разместились у родственников. Всем выделят положенную в таких случаях материальную помощь. А те пострадавшие, кто лишился единственной жилплощади, имеют право на получение жилья из маневренного фонда. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События.